Увидеть своими глазами, запечатлеть в памяти и в истории. Уникальная возможность побывать в Первом морском соборе Санкт-Петербурга появилась у представителей петербургских средств массовой информации. Журналисты посетили храм иконы Божьей Матери Милующая перед началом грандиозной реставрации, которая будет проводиться в течение двух ближайших лет. Масштабные работы начнутся уже в этом году, а завершить воссоздание уникального храма планируется к его 125-летию через три года. Цемент и краски, доски и железо за ремонт в храме иконы Божьей Матери Милующая взялись год назад, когда после нескольких десятилетий забвения он был возвращен в лоно Русской Православной Церкви. С 1932 года и до недавнего времени здесь находилась тренировочная база учебного отряда подводного плавания. Это водолазная башня-тренажер. Ее высота 26 метров. Таких в мире всего две. Это здесь именно в этом храме. и Великобритании. В свое время подводники использовали данный тренажер для отработки всплытия с аварийной подводной лодки. Здесь учились спасаться, как и спасаются души тех, кто приходит к Богу. В этом есть символизм. И до сих пор этот храм считается частично военизированным. Вход здесь строго по паспортам. Помимо прихожан на регулярные богослужения сюда приходят и военнослужащие. Принимают участие в ходе наших богослужений военнослужащие военно-морского Балтийского флота, с которым мы параллельно и проводим работу. Потому что деятельность нашего отдела, военного отдела, заключается в первую очередь в работе с военнослужащими. Это духовно-нравственная, просветительская, патриотическая работа, привлечение их к литургической жизни, чтобы они руководствовались в знании священного писания Нового Завета, в знании жития святых. Журналисты и участники пресс-тура побывали в пределах храма, узнали историю Первого морского собора, поднялись под самый купол, где заканчивается водолазная башня. И осталось напоминание, что здесь был спортзал. Вот эти металлические конструкции, уходящие в святой купол, они, конечно, поразили. Очень внимательно я все это разглядела. Особенно мне это было интересно, потому что муж мой был подводник, и я знаю, что это за служба и какая это учеба. Вот в какой-то исторический момент, может быть, там, в этом храме спасали судьбы, людей спасали, потому что ты научен, значит, ты спасен. Для меня это храм, можно сказать, что я строю себя. То есть вместе с храмом как-то получается так, что то ли теплее становлюсь, то ли... Ну, благое это дело просто. В ближайшие месяцы здесь запланирован демонтаж оборудования, учебно-тренировочной базы и укрепление фундамента здания. Затем начнутся масштабные работы по воссозданию храма и возвращению его исторического облика. Вот таким будет храм через три года после реставрации. Будет восстановлена историческая ограда, построены часовня и дом Причта, который существовал при церкви в XIX веке. Капитальный ремонт планируется завершить к 125-летию храма.